Декада СОС Несовершеннолетние. Тема нашей беседы «Жизнь – это не игра», это употребление, распространение наркотических средств несовершеннолетними в том числе. И с нами беседует, отвечает на наши вопросы федеральный судья Сергей Игоревич Марков. Пожалуйста, Сергей Игоревич. Ну давайте, раз мы касаемся этой темы, она очень сложная, она болезненная для нашего общества, к сожалению, в последнее время. Я начну с того, что это же такое наркотик. Этот термин впервые был применен Гиппократом, это был времен греческий целитель, который считается отцом медицины. В частности, значит, он употреблял этот термин для описания веществ, вызывающих потерю чувствительности. На что же нацелены наркотики, то есть действия наркотиков? Они нацелены на так называемую систему поощрения мозга, то есть они увеличивают поток дофамина, ксеротонин, это гормонное удовольствие так называемое, называют эйфорию, вплоть до неадекватного поведения леса, который находится в состоянии наркотического объединения. Что такое наркотики, как юридический термин? Ну, я буду говорить наркотики, объединяя понятие наркотические средства и психотропные вещества, просто для удобства общения, чтобы не усложнять нашу беседу. Значит, конвенция ООН 61-го года в наркотических средствах большинство государств, в мировой, включая Российскую Федерацию, определяет наркотик в буквальном перечислении тех веществ, которые причисляются к наркотическим средствам и психотропным средствам. В буквальном перечислении. В частности, в федеральном законе о наркотических средствах психотропных веществах есть такой федеральный закон, имеется отсылочная норма, что перечень наркотических средств устанавливается постановлением правительства Российской Федерации. Такое постановление существует, оно существует уже достаточно длительное время, номер 10.02. Оно постоянно корректируется правительством, поскольку появляются новые, особенно синтетические виды наркотических средствах психотропных веществ. И вот этим перечнем установлены те вещества, которые относятся либо к наркотическим средствам, либо к психотропным веществам. То есть вот таким образом является понятие наркотика. Ну и естественно, что кому нужны психотропные средства, это понятно. Они получают по рецептам, в том числе и наркотические тоже получают по рецептам. Но существует же незаконное потребление наркотических средств. Что это такое? И вообще, разве можно быть подобное законным, без рецепта? Я понял вас. Значит, вы уже в своем вопросе, в принципе, часть частично ответили. То есть, если, скажем так, препараты, содержащие в том или ином виде, в том или ином количестве наркотических средств, либо к психотропным вещества, выписываются по рецепту врача, то от такого употребления оно является законным. То есть только по рецепту врача. Более того, такие препараты, содержащие подобные виды веществ и средств, они находятся под строгим контролем. Тоже в федеральном законе прописаны меры контроля соцсоточных в поставлении правительства. То есть, если мне память не изменяет, в нашем городе только в одной аптеке такого рода вещества будет везутся. То есть там специальные условия хранения, специальные там сигнализации, сельки и так далее, и так далее, только в одной аптеке специально оборудованы. Вот. То есть вот если такого рода вещества потребляются по назначению врача, оно законное. То есть любое иное потребление, либо любой иной оборот наркотических средств, которым вещества является незаконным. Он запрещен такой оборот, я имею ввиду, как административного кодекса Российской Федерации, ну там в части касающейся, но в основном все эти действия незаконные с наркотическими средствами подпадают под действия уголовного закона, то есть являются преступлениями. И в последнее время это же наказание достаточно ужесточилось. Да. Да. Значит, давайте таким образом, я так коснусь коротко буквально административного наказания, которое есть, значит, административным кодексом, все-таки есть, да, предусмотрено ответственность, ну, скажем так, за приобретение, хранение, перевозку, переработку, изготовление наркотических средств, не достигающих тех размеров, ответственность за которые уже предусмотрено уголовным законам. То есть по-простому для себя? Нет, по-простому в небольших количествах. Смотрите, то есть если речь идет о приобретении, хранении, переработке, перевозке и так далее, масса или вес наркотического средства или психотропного средства должен быть крайне маленький. Он не должен подпадать под действия того самого постановления правительства, на котором я вам сказал, где-то численный, значительный размер, крупный размер и особенный крупный размер для каждого вида психотропного счета и наркотического средства. Да, для каждого. То есть вот если размер наркотического средства настолько мал, что он не подпадает под действие вот этого постановления правительства, тогда это влечет собой административную ответственность по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации о административном повышении, там, который рассмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Более того, в административном кодексе есть еще статья за потребление, это потребление, чего нет в уголовном кодексе. То есть, если лицо, если будет установлено, что лицо потребило наркотические средства и психотропное вещество, а устанавливается очень простым это способом, ну, при определенных условиях проводится, скажем так, анализ биологических объектов, отобранных у человека, в том числе несовершеннолетняя, ну, разрыва ситуации. ДТП было в больницу, попало еще что-то, еще что-то. То есть, в обязательном порядке отбираются пробы биологических объектов, и если в нем обнаружено содержание либо наркотических ответствий в этих объектах, либо психотропного вещества, это однозначно следует за то, что человек их потреблял. И в этом случае человек будет привлечен в административное ответствие. Санкция статьи там та же самая, то есть, либо штраф от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Все, других видов касаемо наркотиков в административном кодексе нет. Все иное, все иное подпадает под действия уголовного закона. То есть, все иные действия, они уже запрещены собственному уголовному закону, то есть, объявляют все преступления. Поэтому, давайте, коснулись мы этого вопроса по поводу, получалось не потребление, а приобретение, да? Приобретение, да. Ну, мы как бы поговорили об административной ответственности. Да, понятно. Теперь об уголовном, да? Да, оказывается, существует административное, что очень неожиданно. Я думала, это все уголовное. Нет, вот есть такая, а теперь давайте уголовное. Вы абсолютно правы в той части, что уголовным законам за незаконный оборот наркотических средств и психотрубных веществ предуслужено крайне жесткое наказание, крайне жесткое наказание. Потому что проблема, к сожалению, в последнее время она довольно широко устранена и, опять-таки, к сожалению, все более и более молодеют. Больше и больше несовершеннолетних, к сожалению, становятся причастны к незаконным оборот наркотических средств. Хочу обратить особое внимание, чтобы было понятно для всех слушателей, если нам будут слушать о том, что же понимает закон под сбытом наркотических средств. Под сбытом понимается любая возмездная, либо безвозмездная передача наркотических средств от одного человека к другому. Даже безвозмездно. Даже безвозмездно. То есть, да, продажа, да, дари, подарил, угостил, там, просто передал, не просто, без всякого мотива, передал все. Это сбыт. Сбыт, опять-таки, повторюсь, уголовным законам карается намного даже жестче, чем хранили. Намного жестче. Значит, тут есть еще один нюанс. Или беда, как я не знаю, как назвать это правильно. В последнее время практически полностью отсутствуют так называемые натуральные наркотические средства, вещества, ну или как раньше говорили, вещества растительного происхождения. Сейчас сплошная синтетика. То есть все это синтетически сформированные вещества, и они таким же образом, путем реагентов, производятся. Это синтетика, а синтетика, мало того, что она оказывает более жесткое и более пагубное влияние на организм человека, чем натуральные наркотики, повторюсь, которых сейчас практически уже нет, но и тот вес, который подпадает под действие уголовного закона, то есть масса наркотического средства, она крайне мала. Ну просто для примера приведу, законодатель, понятно, реагирует на это, постановление правительства, только в котором я говорил, где этот перечень наркотических средств и психологических веществ закреплен, он постоянно дополняется, постоянно дополняется. Приведу только один пример. Значит, некоторые виды наркотического вещества установлены следующие параметры. Две десятитысячных грамма, две десятитысячных грамма, это уже является значительным размером. Одна тысячная грамма уже является крупным размером наркотического. Одна тысячная грамма крупного размера наркотического средства. То есть, и, соответственно, наказание идет по значительному размеру до 15 лет лишения свободы. То есть за две десятитысячных грамма может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы. По крупному размеру, то есть одна тысячная грамма, до 20 лет лишения свободы. Вот такие жесткие наказания, установленные уголовным законом, для незаконного оборота наркотических средств и психотерапевтических веществ. Некоторых не останавливает это, не пугает. К сожалению, да. К сожалению, это так. Значит, что скажу уже примитивно к Манчегорску. Конечно же, в Манчегорске такие случаи есть, ну, к счастью, по 15-20 лет у нас люди не осуждались, но сроки наказания за незаконный оборот наркотиков 8, 9, 10, 12 лет они имеют место быть. То есть люди, не думая о том, чем они занимаются, как правило, чаще всего это, конечно, как вы сказали, цель наживы, то есть купил подешевле за наркотик, особенно через интернет, потом продал чуть-чуть подороже, работать не надо, очень все хорошо. А то, что до 15-20 лет решение свободы, даже за один факт сбыт, об этом мало кто задумывается, к сожалению, мало кто задумывается. Но я буду рекомендовать, конечно, об этом помнить, что влядь ли кто-то готов. Да я-то помню, но мне это не понадобится. Я думаю, что, может, больше к слушателям обращаюсь, если повторюсь, но будут слушать в этой части. Конечно, будут. Очень серьезные наказания присмотрены за незаконный оборот наркотических средств. Ну, как правило, они все думают, что обойдется. Как правило, думают, что обойдется. Но вот я могу вам привести такой пример. Я посмотрел там статистику за последние два года по несовершеннолетним. Из общего количества уголовных дел, которые рассмотрены нечегосным городским судом, 60%, то есть более половины, это все преступления в связи с незаконным оборотом наркотических средств. И имеют место случаи, когда несовершеннолетние, в частности, 16-летние товарища нашего Ночеворского, они получают реальные сроки лишения свободы. Реальные. И отбывают наказание лишения свободы в воспитательной колонии. Ну вот, закладчики сейчас очень активизировались в последнее время, причем даже вот закапывают там куда-то вот под урночку, под деревце, и потом туда приходят другие, раскапывают вот это вот. Значит, в любом случае действие так называемого закладчика, которого вы назвали, да, к сожалению, это сейчас в основном не только в Ночеворске, а по всей стране, вот такая практика помогает развитию технологии, в частности, интернет, помогает в кавычках, конечно, я говорю, такая практика есть. Значит, действие вот этого, как вы назвали, закладчика, это в любом случае действие по выполнению объективной стороны преступления сбыта. То есть он выполняет все действия, направленные на сбыт. То есть он закладку если сделал, он выполнит действие, которое от него зависит, направленное на сбыт. Дальше от него уже ничего не зависит. Это в любом случае зависит от наступивших последствий, забрана была накладка, прошу прощения, закладка либо нет, либо покушение на сбыт, либо это оконченный состав сбыт. Но в любом случае преступление и в любом случае те же сроки на подсканộ. А на наркографике существует Ночеворск? Я понял вас, не готов сказать, я больше на машине перемещаюсь по городу. Знаю, что в стране такая практика, к сожалению, в стране нет места быть большое, особенно в крупных городах. Лично я в Ночегорске не видел. То есть никаких опознавательных знаков, по-простому говоря, здесь продаются наркотики, у нас в городе не существует. Лично не наблюдал. Спасибо. Так, что еще интересует в этой части? Может какие-то еще вопросы есть по наркотикам или по другим моментам? Мы все рассмотрели по наркотикам и я хочу сказать вам большое спасибо, что так все доступно, четко и ясно, думаю, не только мне, но и всем, кто нас смотрит, всем нашим пользователям. Да, в заключение хотел бы сказать, что, конечно, хотелось бы, как можно, реже видеть по месту своего работы здания Ночегорск в стране совершеннолетних. Я хотел бы предостеречь все-таки от совершения противоправных деяний, в том числе от преступлений или административных правонарушений, потому что, повторюсь, повторюсь, станут его повторять, сведения при лечении к уголовной ответственности могут стать клеймом на всю последующую жизнь и могут серьезно повредить дальнейшей жизни, в частности, развитию успешной карьеры. Поэтому предостерегаем от совершения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.